Видеонаблюдение своими руками. Здравствуйте. Хотите приведу пример, когда камера с матрицей всего 2 мегапикселя показывает больше деталей, чем камера с матрицей 4 мегапикселей того же производителя. А еще я расскажу, как выбрать нужные камеры, правильно их расставить, смонтировать видеонаблюдение своими руками, настроить запись по событию и получить удаленный просмотр видео с камер на свой смартфон. Первое. Разрешающая способность матрицы. Если коротко, то это количество пикселей, обычно выраженное в миллионах и обозначается как мегапиксели. Так, разрешение Full HD это 1920 на 1080 точек или пикселей. Если мы умножим количество точек по ширине на количество точек по высоте, то получим число примерно 2 миллиона, что соответствует показателю 2 мегапикселя. Соответственно, камера с разрешением 2688 на 1520 точек это 4 мегапикселя, а 4К изображение это уже 8 мегапикселей и так далее. Но. Если вы будете смотреть отснятый материал на мониторе с разрешением Full HD, то сколько бы пикселей не содержал исходный материал, монитор ограничит это качество до 2 мегапикселей. Детали могут быть видны только если начать увеличивать картинку, но многие этого никогда не делают, а продолжают думать, что смотрят 4К. По этой же причине бесполезно смотреть обзоры камер видеонаблюдения с примерами их записи, когда ролики на YouTube опубликованы с разрешением в 2 мегапикселя. Мало того, что обзорщики сами сжимают картинку до разрешения Full HD, так потом и YouTube еще немного качество картинки обрезает в угоду экономии места на своих серверах. На таких обзорах все камеры показывают плюс-минус одинаково, что Dahua или HikVision с разрешением 16 мегапикселей, что любая другая с 2 мегапиксельной матрицей. Хорошо, допустим у нас есть 4К монитор или телевизор и мы способны увидеть настоящее качество 8 мегапиксельной камеры. Это же лучше, чем то, что рисуют камеры с матрицами в 2 мегапикселя. Днем, при прочих равных, да. А при снижении уровня освещенности очевидная картина может измениться. Второе. Светочислительность матрицы. В условиях недостаточной освещенности матрица камеры, а точнее каждый ее пиксель, будет получать ограниченное количество света. И здесь чем больше пиксель будет физически, тем больше света он получит. Легко догадаться, что если мы поделим матрицу на 2 миллиона точек, то каждый пиксель такой матрицы окажется по площади ровно в 2 раза больше, чем подобный элемент, но уже у 4 мегапиксельной матрицы. Соответственно, чем больше пиксель по размеру, тем больше информации он получит для обработки. На практике это может выглядеть так. 4 рядом стоящих пикселя у 2 мегапиксельной матрицы с низким разрешением будут иметь вполне различимые оттенки цвета. В то время как на более дорогой 8 мегапиксельной матрице 16 квадратиков будут абсолютно неразличимы и сольются в единое цветовое пятно. Чтобы избежать подобных проблем, производители оборудуют свои камеры подсветкой, которая включается при снижении уровня освещенности. Чаще всего это невидимая невооруженным взглядом инфракрасная подсветка или более приятная диодная подсветка, которая напоминает обычный фонарь. Но насколько качественно и на каком расстоянии будут видны те или иные предметы ночью, остается на совести производителя. Еще производитель указывает показатель светочувствительности матрицы, только это не совсем верное определение. Реальная светочувствительность зависит от физического размера пикселя, и чем он больше, тем более светочувствителен. Производитель же указывает некий порог величины освещенности, при снижении до которого камера переключается в ночной режим и включает подсветку. Третье. Физический размер матрицы. Под понятием размера матрицы принято считать единицу ее диагонали, указанную в виде коновских дюймах. Записывается как единица, деленная на какое-то число. Причем, чем меньше число в знаменателе, тем больше физический размер матрицы, а следовательно и площадь каждого ее пикселя. Также, чем больше матрица, тем более она светочувствительна при прочих равных. Если же сравнить две матрицы разного размера с одинаковым фокусным расстоянием, то чем больше матрица, тем шире угол ее обзора. Именно поэтому камеры с фокусным расстоянием 2,8 мм могут иметь разные углы обзора по горизонтали. 114 градусов, 101 градусов и любой другой похожий градус. С одной стороны, больший угол обзора обычно означает, что матрица более светочувствительна и она покажет больше оттенков в условиях недостаточной освещенности. С другой же, картинка у такой матрицы будет иметь менее резкое изображение в дневное время суток, поскольку она будет обладать меньшей пиксельной плотностью. Учтите, что разница в размере диагонали и матриц обычно лежит в пределах 10%, и человеческий глаз просто не в состоянии это почувствовать. Так что это больше психологический фактор, нежели реальная причина выбора камеры. 4. Фокусное расстояние и пиксельная плотность. Пиксельная плотность это количество пикселей на 1 метр длины в зоне идентификации, обозначается как ppm. Обычно выбор систем видеонаблюдения сводится к двум распространенным сценариям. Это идентификация, качество видео с плотностью пикселей не менее 250 ppm и распознавание не менее 125 ppm. Лицо субъекта, снятое с 250 ppm выглядит вот так. Номер машины хорошо идентифицируется. Я сейчас не говорю про пиксели, угол обзора или расстояние до камеры, поскольку все камеры в 250 ppm снимают плюс-минус одинаково. Примерно так они снимают ночью. Просто моя камера дает 250 ppm с расстояния 4,5 метров до объекта, а другая камера даст такую пиксельную плотность с расстояния 3 или 6 метров. Вот так распознается лицо нарушителя при качестве картинки 125 ppm. Вот так его видно ночью. Да, здесь качество картинки ночью усугубляется паразитной засветкой, но это реалии и мы должны с этим смириться. В моем случае объект расположен на расстоянии 9 метров от камеры. 125 ppm обычно достаточно, чтобы составить фоторобот, плюс не забывайте, что человека можно будет опознать по одежде, по ходке и повадкам. Если вам необходима абсолютная идентификация лица, то нужно обеспечить 500 ppm, а еще лучше 1000 ppm. Камеры с такой пиксельной плотностью в зоне идентификации обычно для экономии бюджета устанавливают локально на входные двери и въездные ворота. Тут нужно понимать, что нарушители тоже не дураки и не стесняются использовать кепки, капюшоны и маски, поэтому высокий ppm часто может оказаться бессильным. Еще один важный режим это режим детекции, качество не менее 25 ppm. При такой пиксельной плотности система видеонаблюдения способна зафиксировать движение человека в кадре и передать соответствующий сигнал. Забегая вперед скажу, что 25 ppm обеспечит любая современная 2 мегапиксельная камера с расстоянием минимум 30 метров. В сети существует множество бесплатных калькуляторов пиксельной плотности для систем видеонаблюдения с примерами качества картинки, но это не сложно посчитать и самостоятельно. Пример. Имеем камеру видеонаблюдения с разрешением картинки 2 мегапикселя 1920x1080 пикселей с горизонтальным углом обзора 104 градуса и с фокусным расстоянием 2,8 мм. Достаточно нарисовать вот такую картинку в масштабе и посчитать все необходимые значения. В данном случае 125 ppm будет обеспечиваться на расстоянии 6 метров от камеры или ближе. А на расстоянии не более 3 метров от камеры получим показатель 250 ppm. Величина ppm прямо пропорциональна расстоянию от камеры. Соответственно 25 ppm это 35 метров от камеры. Если нас не устраивает стандарт 125 ppm на расстоянии всего 6 метров и мы хотим видеть дальше, то у нас есть 3 пути решения проблемы. Можно взять камеру с разрешением не 2 мегапикселя, а 4 мегапикселя. 2688 на 1520 точек или даже больше. Но нужно понимать, что такая камера будет стоить дороже. Пиксельная плотность такой камеры будет больше во столько же раз, во сколько раз больше стало количество пикселей по горизонтали. В нашем случае с расстояния 6 метров пиксельная плотность вырастет в 2688 разделить на 1920 равно 1,4 раза. Соответственно качество картинки в 125 ppm будет достигнуто уже с расстояния 6 метров умноженное на 1,4 равно 8,4 метра. Второй путь. Можно взять все ту же 2 мегапиксельную камеру, но с фокусным расстоянием не 2,8, а 4 мм, как в моем случае. Угол обзора по горизонтали такой камеры будет уже 81 градус вместо прежних 104, а уровень в 125 ppm будет достигаться уже с расстояния 9 метров. Представляете, по детализации картинки такая камера будет превосходить 4 мегапиксельную камеру с фокусным расстоянием 2,8 мм. При этом камера будет все та же, соответственно стоить будет абсолютно столько же. А если мы возьмем 2 мегапиксельную камеру с фокусным расстоянием 6 мм, то детализация картинки будет примерно как у камеры 9 мегапикселей с фокусным расстоянием 2,8 мм. Но я таких не нашел в этой линейке. Сразу скажу, что располагать камеры с узким углом обзора следует друг напротив друга. Причем левая камера пишет то что справа, а правая то что слева. Слепых зон нет, если злоумышленник будет ломать одну из камер, то это безобразие обязательно зафиксирует вторая. Ну и третий путь, можно взять камеру с вареофокальным объективом. Это камера с изменяемым фокусным расстоянием объектива и уже после установки камеры на место, легко найти нужный угол и параметр PPM в зоне детекции. Но это самый дорогой из вариантов. Ну и пару советов по расположению камеры видеонаблюдения. Не устанавливайте камеры сильно высоко, иначе будете видеть только макушки людей вместо их лиц. Средняя высота расположения человеческого лица относительно пола полтора метра, поэтому если камеру установить на высоте 3,5 метра, то расстояние от объектива камеры до лица следует отмерять не по полу, а по прямой от камеры до лица, которая будет наклонной, а не горизонтальной. При съемке узких помещений, например в подъездах многоквартирных домов, целесообразно будет установить камеру на бок, повернув ее вокруг оси объектива на 90 градусов. Таким образом картинка будет вертикальной, как в смартфоне, и даже если потенциальный нарушитель присядет под камерой, прижавшись к стене, то он все равно попадет в зону видеофиксации. Пятое. IP видеонаблюдение или аналоговое. IP видеокамера это самостоятельное устройство, которое подключается к локальной сети по капелю или по Wi-Fi. Каждой камере в сети присвоен IP адрес. Устройство может передавать данные не только внутри локальной сети, но и в любую точку мира, через интернет. Часто такие камеры оборудованы слотом для карты памяти, что очень удобно. Можно хранить архив прямо на карте памяти и не приобретать для этого видеорегистратор. Видеорегистратор же для системы IP видеонаблюдения при желании можно разместить в любой точке мира, где есть интернет. К минусам системы IP видеонаблюдения можно отнести. Относительная дороговизна камер. Сложность установки и настройки системы. Задержка сигнала и подтормаживание картинки. Проблема потери данных через кабель длиной 100 метров и более, что решается пробросом радиомостов или построением хорошей мэш-системы. В свою очередь, система аналогового видеонаблюдения это максимально простая система. Воткнул кабель от камеры в видеорегистратор, от видеорегистратора в монитор и все работает и все показывает. Но вот видеорегистратор для систем аналогового видеонаблюдения нужен обязательно. Зато никаких инструментов типа обжимки не нужно. Камеры можно располагать на расстоянии 200 и более метров, но не стоит забывать про падение напряжения и чувствительность к радиопомехам. Картинка более плавная и без задержек. Матрица современной аналоговой камеры точно такая же, как и матрица у IP-камеры, а значит и качество видео у обоих типов камер одинаковое. А еще аналоговая камера в моем случае стоит примерно в два раза дешевле, но я все равно выбрал систему на базе IP-камер. А почему? А потому что камера дороже, а система в сборе дешевле. Посмотрите сколько стоит самый недорогой видеорегистратор и отдельно жесткий диск к нему и все вопросы отпадут. Вы удивитесь, но чтобы подключить камеру ценой в 20 долларов, вам может понадобиться вложить еще 200 долларов и даже более. Смета на мою систему из двух IP-камер видеонаблюдения прилагается в конце ролика. Шестое. Монтаж системы IP-видеонаблюдения. Первым делом в камеры вставляю карты памяти. У нашей камеры есть два разъема, подключение к сети, например непосредственно в домашний роутер и подключение 12 вольт через блок питания, который в комплект не входит. Существует иной вариант подключения по технологии ПОЭ, то есть и информация и питание передается по единому сетевому кабелю, если камеры это поддерживают. Дело в том, что сетевой восьмижильный кабель для передачи информации используют не все жилы, поэтому по свободным жилам можно подать питание на камеру 48 вольт. Для этого сетевой кабель от домашнего роутера сначала вставляем в ПОЭ коммутатор, который через блок питания добавляет по сетевому сигналу напряжение. И уже затем сетевым кабелем вместе с питанием соединяем ПОЭ коммутатор и IP-камеру. Если у вас только одна камера, то можно воспользоваться ПОЭ инжектором и сэкономить. Ежели решили использовать ПОЭ коммутатор, то обязательно обратите внимание на его мощность. Такой как у меня на 4 порта оснащен всего лишь блоком питания на 35 ватт. Поскольку данная камера потребляет всего 6,5 ватт, то этот ПОЭ коммутатор способен запитать таких 4 штуки. Если вы выберете камеры видеонаблюдения на 4 мегапикселя с потреблением питания по 12 ватт каждая, то даже подключив всего 3 камеры, питания может уже не хватить. Та же самая ситуация и при использовании видеорегистратора с поддержкой ПОЭ. Даже если вы решите проблемы с питанием камер, то у любого видеорегистратора есть еще ограничения и по входному потоку, на которое тоже следует обращать внимание. Например, если 4 канальный видеорегистратор способен принять и обработать поток в 40 мегабит в секунду, то скорее всего его хватит только на обработку сигнала с 4 2 мегапиксельных камер. Если вы планируете подключить к такому прибору камеры с матрицей 4 мегапикселя, то регистратор превращается сразу в 2 канальный. Хорошенько подумайте перед тем как выбрать камеры. Гонка за мегапикселями может сильно аукнуться. А если вам понадобится передать большой поток информации через сеть интернет, например для записи архива на удаленный видеорегистратор. А если в какой-то момент наш интернет даст просадку по скорости, то мы вообще потеряем файлы. Нюансов больше чем кажется. Но вернемся к нашей системе. Монтируем все на своих местах, подключаем интернет к роутеру, включаем его и ПОЭ коммутатор в розетку и переходим к домашнему компьютеру. Седьмое. Настройка IP камер Хиквижн для системы видеонаблюдения. Поскольку домашний компьютер находится с роутером в одной сети, то можно зайти в его интерфейс, введя в адресной строке браузера его IP адрес. 192.168.1.1.1. Энтер. Далее смотрим список клиентов и находим новые устройства. IP адрес 192.168.1.64 это адрес нашей камеры видеонаблюдения Хиквижн. Справедливости ради стоит отметить, что всем своим камерам компания Хиквижн присваивает этот адрес по умолчанию, о чем часто указано в инструкции. Но мы лишний раз в этом убедились, а также в том, что роутер видит такую камеру в сети. Открываем новую вкладку и вводим IP адрес новой камеры 192.168.1.64 и нажимаем клавишу Enter. Попадаем уже на интерфейс компании Хиквижн. Придумываем пароль и повторяем его. Имя остается админ. Нажимаем ОК. Далее нам предложит еще немного защиты в виде вопросов с ответами и адреса электронной почты, но это все можно пропустить и нажать ОК. Сразу видим картинку с камеры. Теперь сделаем так, чтобы велась запись. В данном случае на карту память. Заходим в меню настройки и в самом низу находим раздел хранения. Выбираем подраздел управления хранением. Тут обязательно нужно отформатировать карту, чтобы камера ее инициализировала. Ставим галочку и нажимаем форматирование. Ждем некоторое время и видим, что статус карты изменился. Также здесь можно процент хранения фотографий на карте снизить до минимума, если мы планируем выделить максимум места для видео, но это не обязательно. Сохраняем. Теперь перейдем чуть выше в подраздел параметр расписания. В выпадающем меню выбираем нужный тип записи, например непрерывный. Кликаем по временной шкале любого из дней недели и настраиваем его либо ползунками, либо вводим время с клавиатуры. Меняя это понедельник и запись будет ввестись от 0 до 24.00. И не забываем включить режим запись, поставив галочку. Если мы это сохраним, то запись будет происходить на карту памяти только по понедельникам в течение всего дня. Наводим курсор мыши на этот понедельник и справа выскакивает иконка копирования зеленого цвета. Кликаем на нее. Теперь мы можем скопировать временные настройки понедельника на любой другой день недели или выбрать все дни сразу. Выбираем и сохраняем. В этом случае запись на карту памяти будет происходить непрерывно. Теперь давайте настроим запись камер видеонаблюдения по событию. Это самый распространенный сценарий. Кликаем по временной строке понедельника и в появившемся окне просто меняем режим с непрерывного на режим по событию. Временная шкала понедельника поменяла свой цвет с синего на сиреневый. Справа есть цветовые подсказки, чтобы убедиться какой режим записи выбран. Копируем настройки понедельника на остальные дни недели и сохраняем. Если запутались или что-то пошло не так, есть кнопка удалить все. Нажимаем и составляем графики заново. В отличии от режима непрерывной записи, режим записи по событию будет включать запись на карту памяти только при совершении некоего события. Поэтому само событие мы тоже должны обозначить и настроить. Переходим в одноименное меню события. Сейчас настроим запись камеры только в случае движения в кадре. Не забываем включить саму функцию обнаружения перемещения. Нажимаем кнопку нарисовать область. И на изображение из камеры в реальном времени наносим зоны, детекция движения в которых нас интересует. Например только за забором. Выбираем нужную область мышкой и сохраняем. Теперь камера автоматически начнет запись при обнаружении движения людей или автомобилей за забором и будет игнорировать движения людей на внутренней территории. Но можно выделить и всю зону, если вам так больше нравится. Как сохраните, так и будет. Также стоит зайти в доп вкладочку способ соединения и отметить выгрузку на карту памяти и сработку записи поставив соответствующие галочки. Поздравляю, все работает, камера пишет. В меню изображения можно настроить параметры яркости, контрастности, редкости и так далее. Но с учетом маленькой оптики камеры не ждите от картинки чудес. Также не забываем сохранить. В меню видео, аудио настраиваем качество записи видео. Поток главный или вторичный, только видео или видео со звуком, качество видео, количество кадров в секунду, максимальный битред, кодек сжатия и так далее. Выбрали, сохраняем. В меню сеть можно активировать режим DHCP. Тем самым мы дадим команду нашему роутеру присваивать динамический IP адрес для нашего сетевого устройства. После каждой перезагрузки роутер будет генерировать новый адрес, что не сильно удобно, если нам нужно регулярно иметь доступ к камере. Игнорируем режим DHCP. Придумываем и прописываем желаемый IP адрес самостоятельно. Сохраняем и система нас оповещает, что нужно перезагрузить устройство. Через несколько секунд вновь заходим на камеру, но теперь по новому IP адресу. 192.168.1.101 и жмем Enter. Напоминаю, что под прежним адресом в интерфейс этой камеры мы больше не попадем. В дополнительных же настройках меню сеть мы можем настроить удаленный доступ к нашей камере. Например, для просмотра видео со смартфона. Придумываем код верификации, включаем режим и сохраняем. Если все хорошо, то статус будет онлайн. Обычно это происходит через несколько секунд. Обязательно запоминаем код верификации, его потом будет спрашивать наш смартфон. Ну и в меню системы не лишним будет произвести настройку времени. Выбираем часовой пояс. Можно включить синхронизацию времени камеры по времени компьютера. А можно активировать функцию NTP. И теперь камера будет брать точное время с сервера. Выбираем что-то одно и сохраняем. Посмотреть, что и куда пишет камера можно в основной вкладке архив. Здесь простая временная шкала с отрезками видео на ней. Масштаб временной шкалы регулируется иконками плюс и минус. Фрагменты видео окрашены в разные цвета, чтобы знать тип записи, постоянная ли это запись, запись по событию и так далее. Каждый записанный фрагмент можно посмотреть нажав клавишу воспроизведения. Скорость воспроизведения можно увеличить или уменьшить. Если просмотр не остановить, то автоматически будем смотреть следующий фрагмент. И так пока все не досмотрим, о чем нам любезно сообщит система. Только не нужно паниковать, если на временной шкале не будет отображаться только что записанный на камеру файл. А такое часто бывает. Бывает, что на временной шкале файлов не видно, но они есть в архиве. Файлы из архива тоже могут временно не скачиваться. Не всегда вовремя и корректно срабатывают синхронизации. Оставьте все в таком состоянии до следующего дня. И если через сутки архив все еще не доступен, тогда можно грешить на ошибку в настройках и все перепроверить. Утро, вечера, мудренее. Заходим в архив спустя сутки, выбираем нужный день и жмем поиск, чтобы лишние кадры не отвлекали. Находим ролики по времени, отмечаем галочку и нажимаем кнопку скачать. Нужные файлы скачиваются и система сразу выдает путь, куда они были скачаны на компьютере. Заходим в нужную папку, смотрим. По сути это весь интерфейс камер хиквижн. Есть еще вкладка просмотр, которая отображает картинку в реальном времени. Там можно отрегулировать немного изображения, но часто ее настройки совсем не трогают. И вкладка изображения, где хранятся фотографии, которых нет, если мы снимаем только видео. Восьмое. Видеонаблюдение со смартфона. Заходим со смартфона в Google Play и устанавливаем приложение S-Wiz. Регистрируемся, как и в любой другой программе. Почта, телефон, пароль. Жмем плюс, чтобы добавить устройство. Выбираем раздел камеры и сразу сканируем QR-код, который нанесен на нашей камере хиквижн. Если с кодом не получается, то можно ввести код устройства вручную. Он тоже нанесен на камере. Все быстро распознается и просит ввести код верификации, который мы придумывали в настройках сети камеры. Вводим и сразу видим то, что показывает камера. Также добавляем другую. Для удобства даем им имена. Камера 1, камера 2. Есть доступ к архиву. Есть аналогичное по сути, но родное приложение для камер хиквижн это хикконнект. Качаем, регистрируемся. Добавляем устройство по такому же принципу. Система оповещает, что камера уже добавлена в какой-то аккаунт и предлагает варианты решения проблемы. Подать заявку на совместное использование или отсоединение устройства. Выбирайте как вам удобнее, все варианты работают. Мне проще самостоятельно удалить камеру в приложении Извиз и при повторном добавлении этой же камеры через приложение хикконнект никаких проблем уже не будет. Также можно подключиться к камере по локальной сети через логин и пароль, как на домашнем компьютере. Только нужно помнить, что это локальное подключение и как только мы переключимся на мобильный интернет, то потеряем связь со второй камерой. Если связь нужна в любой точке мира, то подключайте камеры через QR-код. В дальнейшем в родное приложение можно добавлять и другие системы от хиквижн. Домофонию, сигнализацию и систему доступа. И еще, тот кто первый добавляет устройство в любое из приложений, автоматически становится администратором. И без его согласия остальные пользователи не смогут добавить это же устройство к себе в приложении. Если так случилось, что администратор потерялся, то от него тоже можно отвязаться, доказав, что устройство именно ваше. Помните те вопросы и адрес электронной почты, которые нас просили заполнить при первичной настройке устройства? Они именно для этого. Но их обычно игнорируют, потому как чаще всего камеры видеонаблюдения настраивают не владельцы. Но даже если ничего не сохранилось, то всегда можно обратиться к официальному продавцу. Благо квитанция в оплате сейчас в электронном виде и они вам помогут восстановить справедливость. Ну и как всегда, я обязан вас предупредить, что не являюсь специалистом в области видеонаблюдения. Все работы провожу впервые. Благодарю за внимание.